Добрый вечер, уважаемые зрители! Сегодня мы рассмотрим основной косяк, который делают все художники и как его исправлять. Вы нарисовали скетч, а сверху забабахали лайн. Но забабахали не на новом слое, а прямо по скетчу. Нормальная рабочая ситуация, не переживайте. Сейчас мы рассмотрим, как исправить этот косяк за пару минут. Открываем Photoshop, выбираем инструмент LASSO. Жмакаем правой кнопкой мыши по любому свободному пространству слоя, который нужно исправить. Выбираем цветовой диапазон. Видим, что есть такая графа, выбрать по образцам. Наша мышечка превращается в пипеточку и мы выбираем черненький. Который нам и необходим. Любой черненький, который вам понравится, можете тыкать до бесконечности. Делаем разброс максимальным, то есть это 200. Что делает разброс? Он цепляет темно-серые оттенки, почти черные. Если же этого не сделать, если поставить разброс маленьким, он выберет только конкретный цвет, который вы выбрали. Ничего другого. Поэтому мы делаем максимальный разброс. Нажимаем ОК. И как видите, была выделена черная линия, которая является нашим лайном. Теперь мы делаем следующее. Мы опять нажимаем правой кнопкой мыши. Вырезать на новый слой. Ну или Ctrl-X, Ctrl-V, как кому больше нравится. И видим, что вроде бы как ничего не поменялось. Но у нас появился слой новый. Как видите, кажется, что он прозрачный. Но нет. На нем наш лайн. Ля-ля-ля-ля-ля. Все прекрасно. Все волшебно. Пиф-паф. И ты молодец. Но, во-первых, нужно понимать, что так как наша линия была фактически вырезана со слоя, она может быть немножечко жестче, чем нам хотелось бы. Конечно же, это можно исправить любыми способами, которые вы хотите. Например, фильтр, размытие и чуть-чуть размыть изображение. Либо можно ничего не трогать, так и оставить. Второе. Когда вы будете красить, допустим, возьмем вот такой вот синенький цвет, добавим его на фон, появится ощущение, что линия какая-то цветная по краям. Но как бы это правда. Линия действительно будет цветной по краям. Это связано с тем, что в местах, где соприкасалась линия вашего лайна и линия цвета вашего скетча, могут образоваться вот такие вот места, как здесь. Здесь, где вроде бы все хорошо, но вот тут вот видно откровенный розовый цвет, подтон. Как это можно исправить? Исправляется это так же просто. Выбираем слой со скетчем. Выбираем изображение. Выбираем коррекцию. Цветовой тон, насыщенность. Вот у меня вылетела эта панелька. И насыщенность делаем минимальной. Ок. Чекаем. Все ровно, никаких розовых подтонов у нас нет. Вжух, и все чисто. Ставьте лайк, если вам зашло. Наберем 5 лайков. Сделаю видео об еще одном полезном трюке в фотошопе. Для тех, кто ленится в объемную покраску. Прям бриллиант.